Оленбург, как мы знаем, основан в 1743 году на высоком берегу у слияния рек Сокмары и Урала. Основан он по высочайшему повелению Анны Иоанновны. Таким образом реализовывалась в XVIII веке идея еще Петра о том, чтобы построить такой южный форпост России на подступах к кочевым киргизско-исадским племенам и дабы служить таким образцовым городом для иностранных купцов. Планировка Оренбурга очень схожа с планировкой Петербурга, которая была предложена в 1717 году известным французским-российским архитектором Жаном Батистом Леблоном. И он, в частности, в своем решении для Петербурга предлагал крепость, состоящую из 30 бастионов. Для Оренбурга была выбрана аналогичная планировка, но уже состоящая из 12 бастионов. И надо сказать, что город Оренбург уникален как раз нашей планировкой исторического центра, планировкой исторического ядра города-крепости. Вот именно это градостроительное наследие, заложенное инженером Ригельманом, является нашим достоянием и памятником градостроительства XVIII века. Город Оренбург имеет уникальную такую ортогональную планировку. И надо сказать, что многие города в России в период конца XVIII, первой половины XIX века пережили такой период реконструкции. Эта участь постигла Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Тверь и другие города европейской части России. Оренбург сохранился в первозданном виде. Надо сказать, что и по сегодняшний день явных границ исторической крепости не сохранилось. Она была упразднена в 1860 году. Однако планировка, то есть следы ее по улицам проследить можно. То есть это вот улица Бурзянцева, затем Володарского, далее через кадетское президентское училище по территории ОГАУ. И далее мы выходим, огибаем такое полукольцо и выходим к высокому берегу возле Гауптвахты. Строился город Оренбург как опорный пункт на южных подступах России. И представлял собой такой многофункциональный узел. И здесь сложившаяся хозяйственная деятельность того периода, то есть 18-й, начала 19-го века, была достаточно разнообразна. Здесь были и торговые представительства, и артиллерийский двор, и какие-то кожевенные мастерские. То есть структура, город жил своей жизнью, она была достаточно насыщенной. С ростом экономики в конце 19-го века здесь активно стало появляться производство. Была построена ветка железной дороги, которая дала толчок развитию различных производств, различной хозяйственной деятельности. И вот как раз-таки стык Европы и Азии очень четко отразился и в архитектуре, в застройке города, в застройке исторического центра, его окружающих слободок на тот момент. У нас множество зданий, выстроенных по образцу петербургских, классической, правильной европейской архитектуры. Множество зданий с восточным колоритом. Это, например, памятник архитектуры, построенный братом художника Карла Бриллова. Каравансарай. Это и различные административные здания. Город Оренбург до 1917 года насчитывал несколько мечетей, по-моему, три или четыре. Религиозные конфессии были представлены активно. И все это, конечно, в застройке отражалось. То есть и на вот такую, можно сказать, градостроительную ортогональную матрицу, вроде как европейскую, накладывался этот самый азиатский колорит, азиатские способы устройства дворов, способы жизни, устройства самих домов как таковых. Много было здесь представительств именно азиатских таких вот купцов, служилых и так далее. И я думаю, что как раз в сочетании, в мирном сосуществовании европейских и азиатских традиций, как раз и состоит наша аутентичность, аутентичность нашего города, уникальность города, уникальность его застройки. С наступлением советской власти пришло время безбожие, и население города стало искать себе новые символы, фабрики, заводы, позднее административные здания. Надо сказать, что население города Оренбурга за период с 1917 по 1990 годы возросло в шесть раз. Здесь огромную роль сыграла такая мощная индустриализация. Город Оренбург переживал эту самую индустриализацию по-своему. Если в 30-е годы мы были несколько в стороне от такой всероссийской индустриализации, и у нас вот в застройке мало, прямо по пальцам одной руки, зданий конструктивизма, например, модного на тот момент архитектурного стиля, то уже после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны в город Оренбург эвакуируется множество советских граждан из западных областей, множество заводов, предприятий. И, что называется, в Оренбурге мы видим такой расцвет сталинского ампира, классицизма. И множество зданий, множество до сих пор основных таких площадей у нас венчают здания в стиле сталинского ампира. Это, например, постройка 1956 года, здание 4-й городской больницы с большими, огромными колоннами на фасаде. Это застройка домов по улице Богдана Хмельницкого, дом советов, который является правильным образцом сталинского ампира. И в его строительстве использован кирпич с того самого взорванного, разобранного Казанского собора, который стоял неподалеку. Ну и затем, уже начиная с второй половины 50-х годов, город переживает новую волну индустриализации и строительства новых кварталов. Сначала это были Хрущевки, потом Брежневки. Мы переходим к панельному домостроению. Кроме того, здесь определенную роль, ну это не только в Оренбурге, но и вообще во всей стране, сыграло такое решение 1956 года о борьбе с архитектурными излишествованиями. И в частности, предлагалось убрать различные лепные декоры, декорированные фризы, карнизы. Минимум архитектурных деталей, больше такого функционализма. То есть, если стена, она должна быть стеной. Потолок должен быть ровный, без каких-то там вычурных таких деталей. Все это очень впоследствии обезличило архитектуру. И мы пришли фактически к 90-м годам, к такому крупноблочному домостроению. И практически ничего из такого индивидуального, авторского невозможно было построить. Или это было действительно сделать очень сложно. Мы погрузились в такой период поиска собственной идентичности, новых экономических реалий. В 2000-е годы стали застраиваться в том числе новые районы, северо-восточный жилой район. Стали появляться интересные жилые дома. Все это было связано с тем, что постепенно мы отошли от крупнопанельного домостроения. И поменялся строительный материал. Стали модными мелкоштучные изделия, кирпич, различные блоки, из которых можно делать какую-то пластику фасада, какую-то интересную архитектуру. И надо сказать, что сейчас мы, конечно, переживаем период динамичного развития. И если в 60-е и 70-е годы мы стартовали с пятиэтажной застройки, затем уже к 80-м, 90-м годам это стала преимущественно девятиэтажная застройка. И высотками являлись 12-14 этажные дома. То затем уже в 2000-е годы мы перешагнули отметку в 10 этажей. И таким негласным правилом стало 12 этажей. И сейчас мы видим по всему городу огромное количество уже и 17-этажных домов. Надо сказать, рост этажности это такая неизбежная черта роста вообще городов. Но единственная задача, конечно, современных архитекторов, градостроителей сделать эту жизнь комфортной. Если говорить о складывающихся таких вот тенденциях, то мы видим, с одной стороны, да, переход к более высокоэтажной застройке. Мы видим переход к новым технологиям строительства, к новым индивидуальным архитектурным решениям. И это достаточно интересно. Но в связи с этим в ходе вот этого роста неизбежно возникают какие-то и проблемы. И всем нам хорошо известны такие вот болевые точки, наверное, города. Это касаемо и общих, так сказать, городостроительных вопросов. Это касается и отдельных таких точечных объектов. Ну, если говорить о городостроительных вопросах, то здесь, наверное, можно отметить вообще такую черту в городе, что у нас есть достаточно мощные радиальные связи периферии города с центром города, да. Но нет развитых таких хордовых соединений. То есть мы хотели бы все видеть возможность объезда вокруг центральной части не только по улице Постникова или неполного такого четверть кольца по улице Рыбаковской. А хотели бы, так сказать, видеть вот это вот замыкание и полную обвязку вокруг центральных районов города, каких-то таких дорог хорошего уровня. Была такая мечта построить, например, обход, развить улицу Степана Разина в пойму Урала и сделать дополнительный мост через Урал, соединив дополнительно таким образом центральную часть с южным поселком. Далее есть мечта пробить улицу Степана Разина до соединения с улицей Ташкентской, с выходом на улицу Орлова и затем по проезду коммунаров и далее через западную часть опять же замкнуть вот это кольцо вокруг центральной части города. Более-менее неплохо работает связь по улице Шевченко, но она одна. И опять же мы улицу Шевченко имеем развитую фактически до улицы Юркина, до проспекта братьев Коростелева. Дальше западнее эта хорда не работает. Ну и сейчас, конечно, предпринимаются эти попытки нормализовать вот эту транспортную ситуацию, но, конечно, вообще в градостроительстве большой ошибкой, мне кажется, считать решение, при котором весь транспорт собирается вот по этим радиальным таким магистралям. В градостроительстве всегда должна работать сетка. Сетка улиц. Если есть радиальные связи, должны быть и хордовые. И когда у вас вы имеете полную развитую сетку, ведь тогда город живет и, в общем-то, пробки отсутствуют, рассасываются за счет распределения, так сказать, потоков, ну вот как по кровеносным сосудам. Ведь чем хороша всегда застройка исторических городов, когда не было машин? Ведь вот эта ортогональная сетка улиц, она спроектирована ровно под те транспортные нагрузки, которые были изначально. Население, пешеходы, они как-то, в общем, свободно существовали в этой сетке кварталов. Конечно, с появлением транспорта существенно изменился масштаб застройки, существенно изменились вот эти транспортные нагрузки. Сложившаяся структура не выдерживает новых потребностей. И мы вынуждены должны адаптировать наши исторические города под современные требования. Конечно, это нонсенс иметь в 21 веке в центре города, ну вот такие слободки частного, одноэтажного, максимум двухэтажного какого-то частного сектора, характерного для вот таких городских, скорее, субурбий, да, то есть для окраин. Должна вестись, конечно, какая-то реконструкция этой застройки. Конечно, то, что ценно, нужно сохранять. Но то, что мало ценно, необходимо, наверное, в современных условиях, дабы город жил современной жизнью, развивать уличную дорожную сеть, то есть не секрет, что там зачастую нет просто асфальта, твердого покрытия. Необходимо как-то более плотно, что ли, застраивать вот эти вот районы. Это должна быть нормальная этажность, свойственная классическим европейским городам. Четыре-пять этажей, почему нет? То есть это достаточно хороший масштаб застройки. В Оренбурге, наверное, много частного сектора, поскольку город Оренбург как раз, может быть, чуть позже вступил в период такой активной индустриализации, и не все получилось, успелось сделать, когда собственность была государственной, вся собственность была государственной, и государство могло проводить такую достаточно бульдозерную, скажем, реконструкцию городских кварталов. Сейчас все, конечно, мы опираемся на законодательство, земельное право, то есть участки выкупаются, и происходит такая выборочная реконструкция. Вот. Но, тем не менее, с другой стороны, мы вот сохраняем нашу такую аутентичность города, что называется историческую застройку, как она есть. Если пройтись по точечной застройке, да, всем нам известный торговый центр «Атриум», который в начале 2000-х громко о себе заявил, что это будет многофункциональное пространство, и это улучшит и без того самое благоустроенное место на улице Советской, ведь там был хороший фонтан, скульптурная форма. Ну, на сегодняшний день мы лишились этого вообще всего, и «Атриум» не построен. Здесь действительно были такие вот тяжелые времена, и, наверное, это такая общегородская боль, что этот «Атриум», мы лишились того, что было хорошо, и не получили того, что могло бы стать еще лучше. С этим теперь уже надо, конечно, что-то делать, время прошло, наверное, могут быть какие-то новые решения, и я могу сказать, что у нас в университете проводились такие поисковые проекты, что могло бы быть, как могла бы использоваться вот эта площадь, каково могло бы быть ее современное использование, какие там предприятия, что там вообще можно разместить, каков должен быть уровень благоустройства и так далее. Еще другой такой проблемный объект, ставший уже символом, наверное, города современного, это недострой вот этой 16-этажки по улице Советской, или сейчас это стала 12-этажка. Ну, первоначально в 70-е годы этот комплекс задумывался как центр, как НИИ мясного молочного скотоводства, затем его передавали, он мог бы стать и таким административным зданием Оренбург-Газпрома, и еще различные какие-то назначения перебирались. Но в итоге объект так и не был достроен, и мы вот этот вот скелет 16-этажный до 2000-х годов наблюдали. Потом вроде как появился новый собственник, сняли 4 этажа, появился новый проект, вроде бы начали отделывать, реконструировать это здание, но опять работа встала. Сейчас, насколько я знаю, там уже совсем другой собственник, их прямо вереница такая сменилась. Вот, что будет с этим объектом дальше? Ну, конечно, большой вопрос. Вообще, по-хорошему, конструкции уже стоя под открытым небом, наверное, обветшали, и это здание для современного такого понимания, может быть, вообще лучше снести. И сделать, развить вот эту площадь Ленина, сделать такую городскую площадь, площадь для проведения праздников. Одной из таких недавних, наверное, неудачных построек стало, наверное, строительство торгового центра Лента вот в таком самом благоустроенном пятачке города по улице Чкалова. Дело в том, что изначально градостроительная ситуация была очень выгодная для строительства какого-то общественного здания. То есть, с одной стороны, высотка, высотка Анака, и сейчас это, по-моему, Роснефть, да? С другой стороны, высотный жилой комплекс хорошей архитектуры. Симметричная такая монументальная постройка администрации Южного округа, которая соответствующим образом благоустроена, и вот где наши замечательные там поющие фонтаны. И ответное решение через дорогу по этой улице предполагалось, наверное, в виде устройства какой-то, опять же, городской площади, какого-то общественного здания с определенным отступом от красной линии. Но, тем не менее, здание было построено прямо вот по красной линии, достаточно агрессивно к улице. Ну и, собственно, мы сейчас видим, что пространство-то развалилось, а у нас в городе немного таких выгодных, вот сформированных градостроительных участков. Вот город в целом в качестве застройки со строительством этого торгового центра скорее потерял. Ну, если продолжать далее линию по улице Чкалова, то еще один нашумевший недавно объект – это Чкалово-55, строительство сначала, по-моему, 18-этажного дома, теперь 4 этажа срезали, стал 14-этажный дом. Вообще, ну, дом, конечно, посажен близко к застройке, и жители близлежащих дворов, как они утверждают, там лишились какого-то своего повседневного качества среды. Вот. Но, с другой стороны, то, что с этим зданием теперь сотворили, оно стало хуже, лучше бы построили 18-этажное, поскольку здание было бы архитектурно стройнее, оно было действительно такой вот высоточкой, вертикалью. Сейчас здание превратилось в такой сундук, который, ну, да, в силу вот таких постоянных урезаний сверху, какой-то шлифовки, оно грубо село в пространстве двора. Но, надо сказать, есть и удачные примеры подобной застройки, в том числе и высотной. Это в середине 2000-х годов построенные дома по улице. Ноябрьский, так называемый, жилой комплекс Снегири, состоящий из трех 16-этажек, которые имеют интересный архитектурный абрис, интересно градостроительно посажены, спроектированы. Достаточно оригинальный торговый центр в виде такого общественного блока, в виде общественного стилобата, окаймляет вот этот вот градостроительный ансамбль. И я думаю, это один из удачных примеров. В том числе, например, вот жилые дома по проезду Нижнему по улице Пролетарской. 12-14-этажные, по-моему, да, из желтого кирпича. Мне кажется, это достаточно удачный такой пример застройки, поскольку сформированы такие правильные масштабы дворов, решены вопросы с парковками достаточно внимательно. Ну и надо сказать, что вообще современные такие передовые тенденции все равно просачиваются. И застройщики так или иначе понимают важность их реализации. И вот я не случайно упомянул эти дома по проезду Нижнему, поскольку вот мне кажется, что там могла бы быть реализована идея, например, двора без машин, которая сейчас очень модна в Москве, Петербурге. И мы постепенно приходим к осознанию и пониманию, что двор должен быть таким пространством досуга жителей. И соседство машин и человека в одном пространстве некомфортно. Весь транспорт выводится по периметру двора. То есть это достаточно такая устоявшаяся уже практика, которая постепенно приходит и к нам. Еще одной градостроительной проблемой в Оренбурге является недостаточное внимание к правильной застройке центральной части. Что мы понимаем под правильной застройкой? Ну, правильной застройкой мы, наверное, можем считать это соблюдение определенной этажности. Она должна быть не высокая, не низкая. То есть примерно 4-5 этажей, как это всегда у нас по генеральному плану и оговаривалось. Могут быть какие-то отдельные доминанты, представляющие собой какую-то уникальность, какой-то интерес. Далее, это, конечно, в историческом центре нужно решать транспортную проблему. То есть это и, может быть, где-то оптимизация, а где-то и элементарное благоустройство городских улиц, устройство парковок. Все эти вопросы действительно ждут решения, и город в них нуждается. Если вы меня спросите о том, каким я бы видел идеальный дом, идеальные параметры застройки, я бы, наверное, вам ответил так, что, ну, безусловно, кто-то живет в больших апартаментах, кто-то в маленьких, но не только этим определяется комфорт. Комфорт определяется тем, насколько удобны в шаговой доступности находятся предприятия повседневного пользования, то, насколько удобно, допустим, пользоваться городским транспортом, в том числе личным, не разрушаем ли мы вообще городские панорамы. Я бы здесь, наверное, сказал, что, ну, комфортный дом – это дом, ну, в 3-4, может быть, этажа. И, в принципе, это правильный масштаб застройки, это самасштабность человеку, и это то, что всегда, во все века и культивировалось. Правильность застройки, комфортность пользования городской тканью. 17 этажей – это, наверное, такой не самый лучший вариант, когда вокруг тебя окружают одно-двухэтажные разваливающиеся дома. Если мы, допустим, живем, конечно, в урбанизированном пространстве, таком вот концентрированном, да, то, может быть, 17 этажей – это и неплохо. Но, опять же, если мы посмотрим за рубежом, есть, конечно, и высотное жилье, но оно имеет совершенно другой уровень благоустройства и другой уровень внутреннего устройства вообще. То есть ряд общественных функций, они уже включаются в само здание. Высотные постройки, небоскребы, да, они имеют на определенных уровнях, допустим, определенные общественные пространства, сады, атриумы, где вы можете выйти, погулять, но это все уже на определенной этажности, на определенной высоте. И здесь, если мы посмотрим, то вот устройство небоскреба, каждые там примерно 8-12 этажей устраиваются вот такие общественные пространства, я имею в виду по вертикали. То есть вот, наверное, это и есть ключ к тому, каким должен быть масштаб застройки. До 10 этажей. Это тот масштаб застройки, который достаточно комфортен для ежедневного пользования. Вообще, если мы говорим о том, что видит человеческий глаз, на что обращает внимание человеческий глаз. Человеческий глаз видит не выше третьего этажа. В основном это первый, второй этаж. Все, что выше, вами воспринимается просто как фон. Говорить о таких вот количественных параметрах, ну, мне кажется, здесь можно долго. Кто-то будет агитировать за высотное строительство, кто-то будет агитировать за плоское строительство. Поэтому разные понимания комфорта, разные понимания человека себя в городской среде, оно накладывает определенный отпечаток. Вот я думаю, что, я повторюсь, для меня, наверное, это 3-4 этажа, оптимальные, такие комфортные параметры застройки. Так, так вот и вот сюда. Встретorithм ещё. Действительно. Продолжение следует...